МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько миллионов и куда публичные слушания по бюджету Дагестана прошли на неделю в Народном собрании? Реконструкция в разгаре. Что собирается делать Махачкалинская мэрия с улицы Каркмасова? Об этом расскажут наши корреспонденты, а также специальный гость программы. Это нужно живым. Памятник ветеранам Великой Отечественной открыли накануне в Каспийске. В торжественном мероприятии побывали и официальные лица. Искали кости, нашли клад. Об уникальной археологической находке в Древнем Дербенте смотрите сегодня в выпуске. Здравствуйте! Это итоги на телеканале МНТ в студии Айша Камалова. Сколько миллионов и куда публичные слушания по бюджету Дагестана на 2022 год и плановый период последующих двух лет прошли на неделю в Народном собрании. Самые большие объемы расходов традиционно предусмотрены на образование, здравоохранение, социальную политику. Более подробно об этом расскажет Наталья Ханбабаева. Налоги наши все. Без этого и казна не казна, и доходы не те. В следующем году бюджет Дагестана будет дефицитным. Об этом сообщил в Рио министра финансов Яну Саадуев. Региональные доходы составят более 158 миллиардов рублей. Расходы же превысят 172 миллиарда. По словам министра, решить проблему можно только одним способом – увеличением налоговых поступлений. Мы все должны четко осознавать необходимость решения двух задач. Максимально возможное увеличение налоговых поступлений, применение всех средств и методов для достижения, а также не просто экономные, а главное – эффективное расходование бюджетных средств, в том числе имея в виду государственный подход и персональную ответственность руководителей всех рангов и на всех уровнях исполнения консервированного бюджета. В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями. Депутаты и представители общественных организаций задавали вопросы, которые волнуют сегодня жители Дагестана. В частности, об отсутствии должного финансирования столицы региона. Махачкала, по мнению отдельных выступавших, постоянно недополучает. Профильный министр с доводами не согласился. Столица есть столица. Как можем, так и помогаем. Бюджет города Махачкала, во-первых, недообзационный. Как вы сказали, он миллионный город. Бюджет у него очень большой налоговый потенциал. Вот в этом году в бюджете предусмотрено 500 миллионов рублей на решение проблем города. 500 миллионов было предусмотрено в прошлом году, с начала года. Вот работу начали. Вот сейчас вот видите улицу Каркмасова. Расходы в сфере здравоохранения увеличиваются. И в первую очередь это связано с повышением оплаты труда и лекарственным обеспечением граждан. В РИО министр Татьяна Беляева отметила, что дефицита средств для закупки лекарственных препаратов нет. Дефицита средств для их закупки нет. По факту мы имеем, да, особенный дефицит вот этих дорогостоящих таргетных лекарственных препаратов, которые испытывают недостаток в том числе и на федеральном уровне. То есть многие регионы не могут их закупить только потому, что тот препарат, который сейчас у всех на слуху, это препарат Актемра, он просто не завозится в Российскую Федерацию. Это препарат швейцарский. В Российскую Федерацию он не завозится. По итогам обсуждений парламентарии республики приняли ряд рекомендаций. В частности, депутаты выступили за выполнение всех социальных обязательств перед населением, а также предложили поддержать малый и средний бизнес. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Не успели достроить, а уже ломают. Приставы Кировского района привели в исполнение решение суда о принудительном сносе здания на проспекте Акушинского. Ранее в ходе строительно-технической экспертизы было выявлено, что дом не соответствует ряду градостроительных норм. Данного объекта были отменены разрешительные документации. Впоследствии физическое лицо обратилось к искам о признании объекта самовольной постройкой и снести его. По решению суда данный объект признал самовольной постройкой и обязание снести его. Застройщик был множественный раз предупрежден о необходимости сноса объекта. Между тем, решение суда не было исполнено. Также накануне специалисты Управления архитектуры и градостроительства города Махачкалы совместно с прокуратурой демонтировали дом на улице Громова. Капитальное строение вплотную прилегало к забору СИЗО. Администрация подчеркивает, что снос самостроев будет продолжен. Тем временем реконструкция центра Махачкалы в самом разгаре. По информации мэрии столицы идет поэтапное обновление всех подземных коммуникаций. После чего можно будет говорить и об укладке асфальта. При этом на неделе руководство республики выразило недовольствие слабыми темпами ремонтных работ. На улице Каркмасова, где с инспекцией побывала даже правительственная комиссия. Как все обстоит на самом деле, расскажут наши корреспонденты. С начала октября на улице Каркмасова бурлит работа. Техника не останавливается ни на минуту. Речь не идет о банальной перекладке асфальтобетонного покрытия. Здесь меняют все. Водовод, канализацию, ливневки и даже электросети. При изучении вопроса были выявлены ряд проблем в части технического состояния трубопровода, который здесь проходит. Постоянно были на нем аварии и утечки. Водоканал вынужден был приезжать, скрывать его. Но замены трубопровода действующего, который находится в ужасном аварийном состоянии, не совершалось. На сегодняшний день водоканал изучал средства и заменил 360 погонных метров трубопровода диаметром 500 миллиметров. Помимо этого, на улице Каркмасова в данный момент ведется работа по устройству ливневой канализации. У нас были проблемы в городе по этой улице, в частности на Университетской площади, по подтоплениям. В связи с этим было принято решение по устройству ливневой канализации и отводам. Вот ливневую сеть. По вопросу электрических кабельных сетей, которые идут по улице Каркмасова, они будут переведены в подземное исполнение. Сейчас строительство на стадии устройства ливневок. Подрядчик спешит закончить работу, чтобы дорожники приступили к укладке асфальта. Предположительно, автомобильное движение на данном участке будет восстановлено до конца текущего года. Подрядными организациями закуплен весь необходимый материал для проведения работы. Материал выбирался самым наилучшего качества, так как данные работы проводятся не в рамках косметического ремонта, а в рамках капитального ремонта, с заменой всех сетей, чтобы на ближайшие десятилетия мы забыли про проблему с утечками, про проблему с обрывами кабелей. Проект напрашивался давно. Он в значительной мере повлияет на досуг горожан. Данный прогулочный маршрут протянется от парка Ленинского комсомола и до самой площади Ленина. В мэрии города уверены, что после завершения реконструкции махачкалинцы получат улицу, аналогов которой в городе нет. Карим Данив, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И в продолжении темы реконструкции в нашей передаче гость – это временно исполняющий обязанности заместителя главы города Махачкалы Бахтияр Улаев. Скажите, пожалуйста, вкратце о самом процессе реконструкции. Что особенного в этом? На самом деле проект уникальный. Уникальность его как в исполнении, так и в самом проекте. Расскажу о самом механизме реализации. Это то, что у нас проект реализуется за счет синхронизации программ. Там включены в работу программы безопасные и качественные автомобильные дороги, программы функции столицы, фонд капитального ремонта и интеллектуальные транспортные системы. За счет синхронизации данных программ у нас укомплектовался такой полноценный проект, который сегодня мы реализуем. Много обсуждаем мы данную улицу и у жителей нашего города складывается не совсем правильное впечатление. Когда мы говорим, что это пешеходно-ориентированная улица, не обозначает, что там не будут ездить автомобили. В данном контексте мы подразумеваем, что приоритет мы отдаем пешеходам. Это широкие тротуары, велосипедные дорожки, место для прогулок, лавочки. Дорога у нас на данном участке оптимизируется, проезд автотранспорта сохраняется, но приоритет отдается пешеходам. Если проводить такой сравнительный анализ, то можно сказать, что этот проект является частью экологического проекта. На данном участке дороги у нас будет высажено больше 250 крупномерных деревьев. Это немаловажно для нашего города в поддержке нашего зеленого каркаса. Тем более, что данный отрезок улицы соединяет скверы борцов революции Фазуалиева с парком Ленинского комсомола. Это новый зеленый участок в нашем городе, который станет, я думаю, излюбленным местом для горожан. Более того, у нас увеличивается площадь зеленых насаждений. Это газонных покрытий тоже увеличивается в два раза. Экологи, я думаю, это отметят, потому что если брать практику мировую и на федеральном уровне, то есть такая сравнительная анализ. Одна сотка газонного покрытия, она может сдерживать до 600 килограммов пыли. Мне вот дополнительный вопрос. Вы говорите о том, что будет реализация проектов для пешеходов, для автомобилей, а вот доступная среда для инвалидов? Если говорить о доступной среде, у нас предусмотрены там понижающие бордюры, у нас предусмотрено единое пешеходное пространство вдоль фасада многоквартирных домов, не прерывая пешеходную зону на въездах во дворы. То есть это означает, что тротуар будет продолжаться там, где идет заезд во дворы. Это будет единая отметка. Это будет максимально комфортно для людей с ограниченными возможностями, для мамочек с колясками. То есть это один из приоритетных пунктов, которые мы закладывали в проекте. А вот освещение улицы? Освещение улицы – это однозначно у нас одна из важных критериев. Он отражается в индексе качества городской среды, поэтому там особое внимание этому дано. Есть осветительные приборы, которые будут освещать пешеходную зону. Также мы в рамках капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке наших предпринимателей планируем создать там архитектурную подсветку. Отлично. Вот у меня еще такой вопрос дополнительный. А вот обслуживание вот этого всего тоже предусмотрено в дальнейшем? В части данной улицы я скажу, что проблема вообще в контексте города, она серьезная. Поэтому на этот счет у нас была создана дирекция парков, на баланс которых потом переходят все наши общественные территории, которые будут содержать и следить за содержанием там. И давайте поговорим о очень важном вопросе. Вот примерно сроки завершения проекта. Сроки завершения, наверное, правильно будет их разбить по этапам. Один этап у нас будет, один участок будет завершен до нового года, какие-то виды работ будут завершены в начале следующего года, но полностью завершение проекта мы планируем в март 2022 года. Ну это, наверное, связано с озеленением, да, сами погодные условия и так далее? Да, в том числе это озеленение, это закладка коммуникации. У нас усложняются виды работ, потому что отключать мы в зимний период людей не можем, поэтому прокладываем новые коммуникации, потом в течение короткого времени делаем переподключение. Это тоже, ну, дает небольшие сложности. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. А зрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях был в Рио замглавы города Махачкалы Бахтия Рулаев. Спасибо за приглашение. До свидания. Это нужно живым. Памятник ветеранам Великой Отечественной открыли накануне в Каспийске. В торжественном мероприятии побывали и официальные лица. Под звуки военного марша и залпы салюта прошла церемония открытия мемориала защитникам Отечества и труженикам тыла. Обращаясь к героям войны, глава республики Сергей Меликов отметил, что это день памяти и уважения к их великому и жертвенному труду. Это выражение безмерной благодарности за спасение этих ценностей. На сегодняшний день самым грандиозным и самым великим смыслом для всех, для нас является память. Память о той истории, которую мы должны хранить вечно. И одним из символов этого события сегодняшнего – это, безусловно, увековечение памяти наших великих предков, которые подарили нам сегодня жизнь и возможность развиваться, возможно строить, возможно созидать. Но при этом отдали свою собственную жизнь за свободу, независимость и за счастье будущих поколений. В торжественной обстановке руководитель департамента контрразведки ФСБ страны Николай Юрьев вручил главе республики свидетельство о возведении памятника. Он отметил, что Дагестан потом и кровью заслужил этот мемориал. А генерал армии Владимир Исаков подчеркнул, что подрастающее поколение ни в коем случае не должно забывать подвиг своих предков. Те, кто сегодня с нами не доказали свой героизм, свою преданность, присяги, свою верность, они выполнили свою задачу. А наша задача живущих сегодня – помнить об этом всегда и святостить слова. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Всем известно, что каждый второй дагестанец не вернулся с поля боя Великой Отечественной войне. И сегодня, спустя годы, память о них не померкла ни на минуту. Открытие мемориала – дополнительное доказательство. Большое-большое вам спасибо. Всем участникам желаю добра, здоровья, счастливой жизни вам и успехов в работе руководства Дагестана. В завершении праздника под мелодию знаменитой песни Расула Гамзатова «Журавли» были возложены первые цветы у ави листка. Асель Манапова, новости ННТ, Каспийск. Уникальная находка. Два клада с монетами в ходе раскопок археологического комплекса VI-VII веков было найдено на центральной площади Дербента. Сам комплекс был обнаружен в процессе работ по благоустройству городской площади. Древние медные монеты будут выставлены в качестве экспонатов в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике. Изначально задача археологических исследований заключалась в изучении остатков храма святого Георгия Победоносца XIX века. Но при выполнении работ были выявлены жилищно-бытовые остатки VI-VII веков в хорошем состоянии. Ученые отмечают, что это уникальные случаи, когда в жилище обнаружено такое большое количество монет. Хозяйственные бытовые остатки XIX-XIII века представлены остатками жилищ, тандыров, пищных конструкций, двух водоводов, состоящих из керамических труб, одна из которых проведена в палатковой системе. Видно, что город постоянно обживался в этот период и очень большое развитие города. Это были главные новости минувшей недели. Следите за развитием событий на нашем телеканале. С вами была Айша Камалова. До новых встреч.